Всем здравствуйте! Сегодня мы готовим с вами борщ. Дело в том, что я знаю, что каждая хозяйка готовит борщ по-своему. А с учетом того, что я родилась не в России, я родилась... Я еще не говорила, кстати, об этом на YouTube. Я родилась в Приднестровской Молдавской Республике, поэтому, может быть, я вообще готовлю борщ не так, как вы. Так что давайте посмотрим, как это делаю я. Мой муж очень любит мой борщ, как и, наверное, все мужья. Все мужья любят борщ своих жен. Для этого нам понадобится кастрюля. У нас кастрюля на 3,5 литра. На 3 литра, вернее, если быть. Ну, как бы мы только что мерили. Нам показалось, что 3,5 литра, но за 1 написано 3. Вот, в ней я всегда делаю борщ. Далее нам понадобится мясо. Мясо у меня свинина. Здесь, наверное... Ну, сколько здесь? Грамм 300? Может быть, чуть-чуть поменьше или побольше. Плюс-минус. Мясо я всегда нарезаю вот таким вот образом. Далее нам понадобится лимончик, вернее, его сок. Сок лимона я добавляю всегда. Я покажу, как я это делаю. Дальше. Половина вот этой капусточки. 5 картошечек. Один крупный лук. Одна свекла. Ой, картошечек не 5, а 6. Свеклы, наверное, одной будет много. Порежено пополам, потому что я не люблю много свеклы. Две морковки. Томатная паста. Аджика. У меня домашняя. И приправы. Соль, перец и все остальное. В принципе, это все. Также в конце, когда борщ уже сварился, понадобится зелень, которой сегодня у нас просто не оказалось. К сожалению, у меня есть приправа с зеленью, поэтому буду использовать ее. Также нам понадобится сегодня, я сюда на стол не поставила, чесночок. Ну, а давайте приступим и уже все увидите, как я делаю. Итак, набрали мы почти половину, наверное, чуть-чуть меньше половины кастрюльки водички. Я уже включила газ. Опускаем туда мясо. Когда я варю курицу, да и когда свинину тоже очень часто, я бросаю также в эту воду луковицу. Варю с луковицей. Когда мясо сварилось, я эту луковицу выбрасываю. Но так как я знаю, что это хорошее мясо, это карбонат, я его покупала, я просто в нем уверена. В этот раз буду варить без луковицы. Итак, ставим на средний огонь и ждем, когда будем уже чистить водичку и когда мясо сварится. Итак, сейчас мы будем готовить ингредиенты уже для борща. Для начала нарежем картошечку. Картошечку мы нарезаем такими средними кусочками. Но вообще хочу сказать, что всегда говорят, что мой борщ отличается тем, что все ингредиенты нарезаны крупно. Наверное, я просто не люблю, когда каша вместо борща. Вот. Ну, здесь вот у меня мама, например, вообще в борщ кладет одну картошку. Она вообще не любит, когда в борще много картошки. Кто-то, я знаю, что вместо борща у них вообще картошка-пюре получается. Ну, то есть кто-то вообще борщ варит с макаронами. Поэтому борщ это вообще такое многообразное блюдо, у которого каждая хозяйка фантазирует вообще как может. так что не обессудьте. Я вас ни в коем случае не учу. Я показываю, как это делаю я. Делаю я уже, наверное, этот борщ по такому рецепту. Ну, больше, наверное, четырех лет. И муж всегда рад. Больше всего я люблю борщи летом, когда есть перчик болгарский. Когда у меня, кстати, есть замороженный перец. Может быть, мы сейчас еще и перчик замороженный добавим, посмотрим. Итак, ну что, картошечка у нас готова. Дальше приступим к лучку, к морковке. Да, что-то у меня крутовато получилось. Вообще, у нас страшно. Приступим к лучку, морковке и свекле. У нас на родине никогда не говорили свекла, всегда говорили буряк. Сейчас девочки, которые из Украины, из Молдавии, меня поймут. Мой муж никогда не понимает, о чем я говорю. Когда я говорю буряк, шуфлятка, цыбуля и все остальное. Вот. Ну что, приступим к луку. Пока мы режем лук, морковь и свеклу, у нас мясо уже покрылось пенкой. Мы аккуратненько это все дело собираем. Я знаю, что есть хозяйки, которые варят как-то не на первом бульоне, как это называется, по-моему. Я не знаю. В общем, я варю, наверное, получается на первом. Я ничего никогда не меняю, ничего не сливаю. Я просто вот занимаюсь вот такой вот чисткой. Так делала всегда моя мама. Наверное, очень часто мы готовим так, как готовили наши родители. Серега. Итак, значит, картошка нарезана, порезана капусточка. Здесь у нас лук, морковь и я нашла в холодильнике еще один перчик. Как видите, он вот вверху. И также уже сделана свекла, тоже уже натерта на терочку. Лук порезан ножом, а морковка тоже на терке. Итак, я уже поставила сковородку. Сейчас я налью в сковородку масло и мы начнем делать зажарочку. Итак, сковородка у нас уже нагрелась. Наливаем масло. Пока масло будет греться, мы засыпаем уже в наше кипящее мясо. Уже я его почистила. Картошечку. Засыпать нужно аккуратно, чтобы не обрызгаться кипяточком. В принципе, что я сейчас ее сделаю, наверное. Самое, наверное, нелюбимое мое мероприятие. Все, картошечку мы засыпали. Пускай варится на здоровье у нас. Так, теперь наше кипящее масло из-за того, что у нас картошка так аккуратно была засыпана, мы засыпаем. Я засыпаю все сразу. Я знаю, что некоторые хозяйки делают по-другому. Мне так удобнее. Я сразу говорю, что зажарку я делаю не сильно зажаренной. Вот такая вот красота. всегда, когда я смотрю такие видео, после этого я иду на кухню и тоже начинаю что-то готовить. Очень часто у меня это. Поэтому я очень часто стала готовить ночами. Потому что к ютубу я сажусь, как правило, вечером, ночью. Когда у нас поджарятся вот эти ингредиенты, мы засыпем уже свеклу. Очень аккуратная свеклая и калмарина. Вот. И зальем это все замазкой пасхой. Сейчас, наверное, покажается это все. Потом я вам покажу, как я делаю томатную пасту. Итак, у меня обычная томатная паста от Маэстро Томато. Я не знаю, видно ли. Это, по-моему, краснодарская томатная паста, если я правильно помню. Нам понадобится 2 ложечки этой пасты. Не полной даже. Получается, что полторы. Я делаю все в мерном стаканчике. Литраж стаканчика 0,5 литров. Заливаем фильтрованную водичку сюда. И все это хорошенечко перемешиваем. Я не знаю, почему я не делаю с томатным соком. Наверное, потому что его покупать отдельно только для борща мне неудобно. Томатную пасту я использую как для гречки, как для плода, ну, вообще для всего я использую томатную пасту. В общем, все. В принципе, то, чем мы будем заправлять нашу зажарку, готово. Идем к зажарке. Зажарка у нас уже готова. Она уже такая красивенькая, желтенькая. Я люблю такую зажарку. Я не люблю, когда зажарка превращается в черные кусочки. Добавляем теперь к этой зажарке сверху. И все это тщательно перемешиваем также. Теперь все желтенькое станет красненьким. Еще на минутку мы оставляем жариться и затем заливаем уже нашей томатной пастой, которая также готова. И так, мы пожарили, наверное, не минуту, а минуты две. Снимает все за кадром муж, поэтому я говорю мы. Прежде чем залить, я также хочу вам сказать, что сейчас я буду приправлять эту заправку. То есть приправы и соль я также сыплю в зажарку, а потом уже, когда готов борщ, регулирую это все. Во-первых, мы соль, у меня сейчас мелкая соль, хотя я знаю, что многие хозяйки пользуются только крупные. Далее, также я использую вот такой вот букет, приправа букет перца, ее я покупала в фикс-прессе, использую ее всегда. Далее, вот такой вот перчик мы покупаем в магните. Он дорогой, но очень нам нравится. Но он тогда был дорогой, сейчас, наверное, еще дороже. И также у меня смесь перцев каждый день. И универсальная приправа, букет приправ с овощами, зеленью и специями. Мы это все дело тщательно перемешиваем. И заливаем уже нашей томатной пастой, консистенцией. Перемешиваем, делаем огонь поменьше и оставляем минуточек на пять. И так, также я почистила и порезала мелко чесночок. Сейчас покажу вам. Вот он. Мы его засыпаем в нашу зажарочку. Тщательно перемешиваем. Перемешали. В принципе, зажарка уже готова. Можно выключать. И так, теперь нашу готовую зажарку, как словно мой муж, не зажарку, а затушку, потому что я почти ничего не жарила, а только тушила. Мы должны извлечь и перенести, транспортировать, так сказать, в кастрюлю. Это самое всегда сложное. Я не знаю, будет ли вам что-то видно, но главное мне сейчас не запачкать нашу плиту. Хорошо, что вы не видите моего лица, мне кажется. О, все. Ура! Я справилась с этой задачей. И также я подскажу вам один маленький секретик мой. Потом бывает такое, что я не угадываю с водой. Если мне нужна потом вода, я ее всегда наливаю сначала в эту сковородку. Такую излишки собираю и переливаю уже сюда, чтобы не попадать добру, которая уже здесь есть в сковороде. Так как мы видим, что у нас уже кипит водичка, то есть все готово уже, мы насыпаем сюда нашу капусточку. Капуста, как правило, сейчас съест почти всю соль, которую я уже засыпала в зажарке, поэтому пробовать борщик надо уже после того, как он минут 15-20 поварился. Для того, чтобы до конца понять, угадали ли мы с солью, угадали ли мы с перчиком, угадали ли мы со всем. Также уже, когда он полностью сварился, я добавляю лимонный сок. Также я очень люблю добавлять рассол с огурцов. Это, наверное, отличительный знак моего борща. Итак, мы накрываем сейчас его крышкой и на медленном огне он у нас будет томиться минут 20. Итак, борщик у нас варится по всей квартире, уже у нас невероятно классный вкусный аромат. В общем, я отрезала вот такой вот кусочек лимончика, видно вам, такой вот толщины, очистила его от косточек, вымыла руки и сейчас буду давить туда сок. Я знаю, что есть, наверное, менее жестокие методы, но я давлю сок и сама так хочу лимон. В общем-то, все, лимона хватит. Перемешиваем и оставляем еще на пару минуточек. Итак, я попробую в свой борщик, поняла, что чуть-чуть не досолила, еще посолила. Я сейчас накрываю борщ крышкой, выключаю газ и оставляю его в таком состоянии, вообще желательно перед тем, как поесть, еще хотя бы минут 30. Но если вы уже очень хотите кушать, так как мой муж, то можно уже сейчас его поесть. Но хотя бы минут 10 надо оставить его покушать. Видите, вообще борщ вкуснее, когда он постоит. Это знают, наверное, все хозяйки. Итак, сейчас мы приберемся на столе, чуть-чуть как раз он постоит и я уже вам сниму окончательный вид нашего борщика в тарелочках. Итак, вот так выглядит наш ужин, наш красавец-борщик. Я буду его есть со сметанкой. Муж хочет с горчицей. Также у нас есть домашние сухарики, я только вчера в покупке вам говорила о них. Черный, хлеб, белый. Вообще пахнут очень вкусно. Под видео я напишу, вкусно это было или нет. Но я думаю, что... Ну, я уже попробовала. Вообще вкусно, как муж сейчас скажет. В общем, всем приятного аппетита. Я надеюсь, я была вам сегодня полезна. Субтитры сделал DimaTorzok